Великой альбом И сегодня у нас с вами Blood Sugar Sex Magic Американской фанк рок-группы Red Hot Chili Peppers Выпущенный в 1991 году Да, воистину перцы создали невообразимый коктейль Но самое главное, они с выходом своего альбома в начале 90-х Затем изменили и сам фанк Ведь еще тогда, в конце 80-х, начало 90-х Просто никому и в голову не могло прийти Сделать из фанка нечто воистину роковое Граничащее с нарастающим подъемом в мире новой альтернативной музыки Хотя нет, все-таки некие попытки уже происходили Уже в то время, а именно в тех же 80-х Фанк-рок или даже фанк-метал разделился на два лагеря Одни группы исповедовали более тяжелую форму И считались альтернативными Например, отличным примером будут те же Fates No More Другие же стали более мейнстримовыми Например, Dan Reed Network Если же брать наших подопечных То Red Hot Chili Peppers получился как раз посерединке Так как захватывал обе составляющие Будучи сразу же горячими и острыми И в то же время не гнушаясь хитовых и красивых песен Своим же возрождением современный фанк-рок Который был в одно время очень популярен в середине 70-х И был неотъемлемой частью, например, той же Диско Волны Был обязан двум чернокожим звездам 80-х А именно Майклу Джексону и Принцу Еще в 1982 году мир увидел самый продаваемый На сегодняшний день альбом всех времен А именно триллер Майкла Джексона Которым была заводная фанковая песня Под названием Beat It Где звучало прекрасное соло Сыгранное на тот момент одним из лучших гитаристов планеты А именно Эдди Иван Халленом Вы готовы, Эдди! 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 А спустя уже два года появился Диски Принца Под названием Purple Rain Где похожий типаж показал всему миру уже тяжелый фанк Где великолепные гитарные партии до сих пор считаются образцами для той эпохи Именно тотальный успех Beat It и песни Let's Go Crazy Открыли путь на вершину новому поколению фанковых групп Возникших уже в середине и в конце 80-х Среди которых конечно же и наши подопечные На Бладшуге Sex Magic перцы как я уже сказал создали фанк нового поколения Где вы уже найдете мощный заряд энергии Соседствующий с ритмичной составляющей После чего вам конечно же захочется пританцовывать и двигаться в такт музыке И это не удивительно Ведь они записали диск на котором их обычные как и раньше забойные композиции Чередовались с задумчивыми красивыми мелодиями Больше всего поражала гитара Джона Фрушанты Где причудливые аккорды неповторимый стиль Лежат в основе всего этого длинного произведения Отлично как и гитара задает он всему альбому вокал Энтони Кидиса Который на протяжении 17 песен выкладывается по полной В некоторых случаях делая из музыки некую драму В некоторых выпендрешь А в такой например как Breaking the Girl Перед нами предстает какой-то рок-идол из 70-х Ритмсекция на этом альбоме также на своем месте Где просто полное взаимопонимание И басом с барабанами можно наслаждаться ничуть не меньше Чем гитарой и вокалом это уж точно Ну и конечно же как после такого не родится и супер хитам Тот же Give It Away который я думаю каждый слышал Представляет из себя такой себе фанковый ураган Закрученный басовым риффом и запоминающимся с первого раза припевом Делая из перцев уже звезд мирового масштаба Не считая супер хитов, отличных песен На Blood Sugar Sex Magic еще очень много Например та же Одноименка Или офигенно фанковая If You Have Ask Ну и конечно же ставшая в США синглом под номером 1 Автобиографическая Under The Bridge Где вокалист Кидис рассказывает о городе Лос-Анджелес И как он был наркоманом В общем, Blood Sugar Sex Magic Реально классный альбом И хотя я думаю песен могло бы быть и поменьше Ведь для некоторых 17 штук, что есть на диске Это уже перебор, как в принципе и для меня Все-таки я считаю, что самый лучший формат Это 35-40 минут Когда музыка пролетает на вылет и не успевает просто надоесть В случае же с Blood Sugar Некое чувство перенасыщенности по неволе уже возникает Хотя в конце еще есть очень классные вещи Короче говоря, кто не слушал, конечно же послушайте И вы тогда поймете А главное придете к выводу Откуда потом началась зарождаться Вся та альтернативная воканалия Которую потом определить, что сейчас играют Было трудней, как никогда А на этом у меня пока все С вами, как всегда, был Вульф И до новых великих альбомов Всем пока Субтитры подогнал «Симон»